да давно я мечтал попасть на это озеро еще с тех пор как в девятом году я проплыл по индигирке мимо него видел эти останцы с реки да на озере еще лед переночевали первую ночь на озере озеро нас что-то встречает такой суровой погодой температура около 4-5 градусов дождь всю ночь шел и ветер варим себе завтрак расположились в районе этой виски вот она вот виска откуда мы пришли балки значит стоят все при похабнейшем виде как обычно у нас мы выбрали самый приличный балок всех прибрался здесь стас тут есть кровати печка стол общем все основное что нужно для работы здесь есть сейчас палатки конечно было бы все уже нафиг мокро и печка вы не помогла а здесь все сухо тепло комфортно работать очевидно будем гонять отсюда скорее всего по всему озеру бензина достаточно 192 литра у меня осталось ему этого достаточно будет чтобы много раз это озеро все объехать илюха открыл счет по спиннингу поймал щуку на спиннинг первая рыба у нас на озере жареха будет первый трофей илюхин на озере ожоги на и вообще наш нашей команде а мы со стасом поставили сеть перегородили исток протоки ночь это пока ничего не поймалось пока ставили вторую сеть и заметили что ветром оторвало ледяное поле вот он этот лед плывет по течению и несет его виску туда вот тебе и доход 14 июня как раз сеть стоит вот он и переживал что ему сеть оторвет а там по-моему уже чуть поймалась это плещется на сети рыба стас побежал проверять сетку надеюсь только почки распускаются сережки он на его только появились мы из лета весну ранее попали на полтора месяца назад так так здоровый чудо но вообще мясо вот это да но . с него добрячий получается да гадая иди-ка суда я подъехал к рунке льда вот там балки в которых мы живем вот эта часть берега только освободилась ото льда самое мелководье тут мелко-мелко не знаю метра наверно нет лед он какой игольчатый вот та часть озера вообще не освободилась от льда там даже за берегов нет какое поле льда а в ту сторону мы тоже проезжали сегодня на 1 километра с 2 там тоже лед к берегу подходит за береги только вот с южной стороны озера поле моей деятельности пока ограничено вот этой вот небольшой полосой очистившиеся ото льда на 14 июня лед еще не растаял на этом вот от этого такого откальпываются целые поля и туда вот к истоку виски идут и утекают туда по виски вниз только что отобрал пробы луна красивая парни жарят рыбу илюшка поймал свиня две щуки здоровенные сделали пятиминутку из хариуса и из голов похлебку варят тени у нас пир будет вечером ура я снова там где не ступала нога альголога люха ездил на ту сторону виски на спиннинг поймал немножечко рыбки нам стас обрабатывает пробы свои генетически ему нужны образцы рыбы но она у нас не пропадет а здесь у нас в этом страшном вагончики мы организовали вот такую вот штуку чтобы вялить рыбу рыбу стасу нужно обрабатывать чтобы не выбрасывать мы решили сделать юкол груз то очень дорого перевозить на самолете а вот юколу может быть привезем домой родных угостим стас опять хочет нас побаловать шедевром своим очередным рыба хе по-корейски ассорти из чара ожогинского и хариуса сегодня у нас день заготовки дров проблема с дровами чувствую будет стоять у нас остро никаких горельников поблизости нет сухих деревьев нет а если были только давно уже тут выкосили поэтому пилим мы живые деревья не знаю как мы им будем топить но что-то надо делать и вот что интересно вот такая вот лисинка посчитали мы у нее кольца оказалось что есть сто лет сто лет росла здесь деревья чахлые чахлые но здесь как леса тундра можно сказать а лед ну может на метров пятьдесят он отодвинулся от нас и все что-то мы сомневаемся как мы будем работать он вообще успеет от растаять до нашего отъезда что интересно по наблюдениям 79 года написано ото льда озеро очищается 20 июня но я рассчитывал что в условиях глобального потепления озеро очистится раньше хотя бы дней на 10 сегодня 16 число а лед как стоял так и стоит а где глобальное потепление стас где глобальное потепление в конце куда не куда наделся мате всего нет нету газ ну чё илюха с трофеем те как подстрелил то ты подкрался я к нему смотрю а там утка сидит в траве я посмотрел только посмотрел видно утка но он пошел за ружьем значит заведел и подкрался с кустов там но охотник близко подошел с первого выстрела время сейчас час ночи а солнце над горизонтом выше вот этой облачности солнце не садится здесь за горизонт сейчас здесь полярный день мы оказались по ту сторону ночи мы с илюшкой подошли отбирать пробы кромки льда за три дня заберега с нашей стороны увеличилось судя по gps на 150 метров когда же все таки этот лед растает слышно как шуршат 17 июня предприняли вылазку за пробами по заберегам на восток как бы против часовой стрелки приехали мы с илюхой на мыс клобачик это северная часть озера здесь стоит такая изба здесь тоже забереги поменьше чем с той стороны но и берег поглубже избу проверили изба плохая на полу вода пробовать когда брали пробы в устье одного из впадающих в озеро ручьев илюшка заметил там хариусов мы решили поснимать их на видео на лицо преимущество заполярье время 12 часов ночи опять что не леха а солнышко светит есть возможность зарядить аккумуляторы от солнечной батареи стас окуня поймал ваше ты повернись ко мне когда савчик куда савчик сегодня 18 июня пятый день нашего пребывания на озере сегодня мы решили с ильей обойти озеро по за берегом по часовой стрелке с запада на восток как бы целое ледяное поле идем вдоль этого льда берега песчаные но отбирать пробуем я не знаю честно говоря удастся ли пройти то там здесь мелко не за берег мотор приподнял так царапаемся потихоньку похоже приехали он дальше все сплошненьком лед отъехали то все на километра два от лагеря а здесь какой берег интересно удивительно как будто кто-то бульдозером наворотил этот кусок но он приходит только одно объяснение что это штормом со дна сюда наворачивает бруствер такой песчаный сегодня весь день дул северо-восточный ветер и к вечеру оторвал здоровенное поле льда и отколовшаяся часть принесло к нашему берегу наш берег весь льдом заполнен здесь у нас сети стояли у стаса сети пришлось снять потому что лед вот отрывает кусками и уносит туда вот в виску все-то испугались даже и лодку затащили на берег потому что тут льды крутятся хорошо что я сегодня не поехал вокруг озера я по обратно не смог вернуться отказался от этой затеи и правильно сделал очевидно несмотря на то что в виску несет лед щуки не уходят оттуда это их излюбленное место охоты на мелководье свободном ото льда часто пасутся лебеди мне доставляет большое удовольствие наблюдать за ними и снимать на видео а ребята тем временем готовят обед вот с травами проблему мы в принципе решили чуть-чуть стороне от нас нашли много плавника вот что-то сначала мне показался каким-то щепочками гнилыми сырыми но стас принес охапку попробовали топить отлично горит сегодня ночью печь топили готовим обед на нем там его очень много поэтому нам вполне хватит печку используем не местную а мою пашихонку она гораздо экономней не то чтобы греться просто просушить вещи иногда сегодня 19 июня и лед приперло к нашей стороне нам вообще выехать невозможно никуда все со всех сторон закрыта льдом поле деятельности сузилась и сети сняли и пробуем не брать нигде просто отдыхаем фактически делать нечего проблема которая перед нами стоит остро как спуститься по виске обратно из озера когда работу мы закончим дело в том что мы шли там были сплошные завалы по виске на резиновых лодках и типа этим завалом сверху вниз это вообще убийство я не знаю как мы это будем делать мне это очень напрягает и пилить эти завалы с резиновой лодки бензопилой вообще не представляю как здесь стоит такой вот корпус прогресс 2м корпус в общем-то новый но кто-то его загубил в общем повыдирали тут куски алюминия из него внутри все из похабили измяли нос пробит где-то ударили вот дыра выше ватерлинии в борту и с другой стороны примерно такая же вот видно через завалы на алюминиевой лодке можно спокойно скакать столкновение с лесиной критичная для резиновой лодки для алюминиевой вообще ничего особо страшным не грозит мы вы все сюда поместились все наши вещи вот такие мысли меня посетили надо вычерпать из нее воду на катках каких-то утащите и тут метров 15 до озера спустить на воду посмотреть нет ли еще каких-то повреждений да и может быть на ней уйти это было бы шикарно вообще здорово попробуем эту мысль проработать еще один вариант это вот эта казанка находится она буквально в 30 метрах от нашего лагеря видимых повреждений у нее не видно то она засыпана песком мусором всяким прибой видимо в нее нахлестал вот очерпать это все казанка зато узенькая ей будет в эти пропилы которые мы делали в завалах проскочить вообще просто так ну вот результаты нашей работы вот что из лодки нам удалось вытрясти и вырыть всяческими способами подручными вот тебе надо проверить как она на плаву будет себя показывать нет ли там каких-то дыр в то время пока мы припёрты тут ледами стоим и работать не получается мы решили использовать для того чтобы подготовить лодки для сплава алюминиевые обе лодки мы подтащили к лагерю к воде и делаем основательную приборку уборку казанку вот прибрали прям помыли ее все чистенько вот но я больше склоняюсь к прогрессу потому что у нас очень много вещей все это сейчас тут приберем может слани какие-то придумаем приборы стекла покрасим в черный цвет почему в черный лед интенсивно уносит в виску и разгоняет ветром через день вновь открываются забереги с нашей южной стороны и мы на казанке предпринимаем вылазку к восточной оконечности озера ну что испытали сегодня лодку эту казанку идет она в общем не быстрее моей и шибко травит для сплава она слишком маленькая а для катания по озеру честно говоря даже не знаю тоже преимуществ не вижу только если хочешь быстрее утонуть в таком случае может быть и стоит плавать на ней за последние несколько дней ледовое поле значительно уменьшилось вот мы километрах в двух наверно от берега находимся по кромке льда но все-таки большая часть озера пока еще подо льдом много еще льда конечно очень много будем надеяться что скоро освободиться она ото льда полностью иначе нам работы нет что сегодня 24 июня температура 4 градуса температура воздуха температура воды 2 градуса лед все уходит и уходит через виску но все не кончается не кончается там он сколько льда еще когда же он черт побери в конце концов весь растает а уже ведь конец июня ну работать можно только вот в чистой части озера я уже там все сделал глубины закрыты все как-то скучно уже 25 июня сегодня да еще на озере много восточная часть так вроде очистилась на мелководье а там все равно лед вдалеке конечно мы попали в суровый край но и у него есть своя особенная северная красота да не думал я не гадал что так долго лед будет здесь много льда еще работы полноценной не получается скорее бы он растаял болок наш несмотря на свой не презентабельный зачумленный вид конечно спасает нас здорово и от дождя спасает и от холода все тут вещи в сухости лежат и сами мы спим в сухости в соседнем балке стас он работает полтора суток шел дождь так он здесь работал а балки то довольно исторический манскать дмб 77 год дмб 80 год а здесь дмб 76 год вот эта древность гродно кривбас киев ленинград очевидно где-то в какой-то военной части заполярье стоял этот балок нос как в 90 год на все накрылась военную базу забросили и балок этот местные зацепили оттуда и увезли сюда историческая достопримечательность мускай местность сырая все мокро вот это вот вот везде вода палатку поставить просто не везде сыра мерзлота буквально в нескольких сантиметрах от поверхности вот вот и все все дальше не идет пруд железный а из-за мерзлоты отсутствует дренаж поэтому везде сыра рядышком тут расположен ледник такая древняя массивная дверь с кованными петлями было на нем сруб сделал а там если не вот лед вот тут продукты скоро портящиеся храним рыбу мало соленую дело в том что здесь в советские времена еще даже сказать сталинские рыболовецкая артель была это их был ледник здесь они заготавливали рыбу хранили ее в этом леднике тут вот даже сохранилась недалеке вот такая вот тачка с каким-то танковым катком очевидно этой тачкой рыбу возили от берега к этому леднику давно уже никаких артелей тут нет а с 90-х годов тут вообще заказник вот какие весы я зашел на которые заготовители рыбы очевидно взвешивали свой улов шильдик м м и п город как читав изготовитель вот весы интересные ох наверно на них рыба была взвешена